Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 мая. Я вот снова зашла в теплицу, где рассказывала про юбилейный Тарасенко сорт, как его формировать томат. Сейчас буду продолжать разговор о формировании. Если некоторые начинающие огородники могут подумать, что сейчас в мае еще рано об этом говорить, что вроде время еще не подошло, некоторые думают, что формируют потом когда-то томаты, то опытные огородники знают, что основы формирования начинаются именно в этот период, когда мы только высадили и когда у нас появляется 1, 2, 3 ствола, они раздваиваются, те еще раз раздваиваются. Именно сейчас мы должны решить, какие мы оставляем, какие мы выращиваем дальше. Про юбилейный Тарасенко, вот видите, у которого много-много-много-много, 30-40 плодов в одной кисти, но они маленькие. Я в предыдущем ролике говорила, что его можно оставлять одну, две и даже три кисти, потому что это будет не в ущерб размеру плодов. И вот такие мелкоплодные не обязательно формировать в один ствол, хотя они и индетерминатные. Если у вас позволяет расстояние между ними, то можно оставить и несколько стволов. Это вот юбилейный Тарасенко. Дальше я хочу рассказать о сорте Штраух. Он вроде бы похож тоже на юбилейного Тарасенко, но это сорт немецкий. Это я его как называю? Немецкий ответ на юбилейный Тарасенко. Он почти такой же. Он тоже в теплице вырастет у вас двухметровый. У него такой же плод, средний 100-110 граммов. Ну, от 100 граммов до 200. Это зависит от количества плодов, опять же, от ухода, от всего. Ну, вот средний такой 100-110 граммов. По весу они идеально друг другу соответствуют, что юбилейный Тарасенко, что Штраух. Только Штраух без носика, он весь абсолютно круглый, красный. И в кистях, если про юбилейного Тарасенко я говорила до 30 штук, то у Штрауха самое большое до 16-18 штук. Вы видите, что кисти не такие многодетные. Вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут семь. Ой, вот он маленький Штраух. Ой, смотрите, посмотрите на маленького Штрауха. Вот. Тут он немножко поменьше в кисти. И это еще раз, еще один фактор, который позволяет нам, как сказать, оставлять на нем больше одного ствола. Вообще в инструкции написано вести в один-два ствола. Но такие вот мелкоплодные томаты, у меня вот есть свое мнение, и я в прошлом году оставляла даже, по-моему, четыре или пять. Раз это не зависит на размер плодов, и раз мы не хотим выращивать крупноплодный, значит, можно оставить и больше. Я вот, вот смотрите, сейчас он у меня раздвоился. Вот видите, он раздвоился сам непроизвольно. То есть, лидирующий пасынок стал такой же, как ствол под первой цветочной кистью. Я ему не препятствую. Конечно, если вот такой вот появляется пасынок, вот смотрите, он беспонтовый, так можно сказать, вот этот. Я его уберу, потому что это так. И пасынок, который появляется до вот этой, до лидирующего, до цветочной кисти, вот, которые внизу, вот, они действительно пасынки, они маленькие такие, они бесполезные, нет. Но вот когда вот после этого, вот тут если раздвоится, видите, вот еще ствол один дал пасынок, и тут уже есть цветочная кисть, то тут, если будет хороший, такой здоровый, толстый, с цветочной кистью пасынок, я могу еще один оставить, то есть у меня уже будет три ствола. В этом ничего страшного нет. Плоды мелкие, их всего, их не как у юбилейного тарасенка, 30 или 40, их всего 15-16, и то, это бывает очень редко, обычно они еще меньше у них, смотрите, вот кисточка первая, три всего, тут я считала вам 8, так что если на трех стволах вы оставите по две, по три кисти, и они будут по три, по пять плодиков, и небольшого такого веса растения это осилит. Самое главное, что я хочу сказать, чтобы как вы определили, ой, смотрите, какой он красивый, он вообще, это очень декоративный такой сорт, у него красивые листики такие, и он такой двухметровый красавец, вымахает, будет тоже увешан вот такими красными кисточками, очень красивый декоративный сорт, сорт немецкий, в прошлом году выращивала уже, я в этом году начала обзор именно с тех сортов, которые я уже выращивала, о которых у меня есть свое мнение, и несмотря на то, что его рекомендуется в один-два ствола выращивать, вот такие мелкие, я думаю, можно и три оставить, если позволяет место, и если вы будете вовремя удалять лишние листья, лишнюю вот эту маленькую поросль пасынки, можно будет и три, я прям подтягиваю их к одному колышку, чтобы они не раскидывались по теплице, не распространялись вот эти вот, чтобы они разваливались, чтобы было главное правило, сколько бы вы ни оставили, чтобы было проветривание, и чтобы солнечные лучи, ну, чтобы они не мешали друг другу, чтобы солнечные лучи поступали вот на эти листья, все. Вот этот сорт, штраух, он такой же, как юбилейный тарасенко, и формирую я его тоже так же, хотя они индетерминатные, никогда не оставляю всего один ствол, оставляю больше, так они получаются, кисти более компактные, более собраны вот именно на этих, на первом, на втором ярусе, чтобы не было где-то там под потолком они не висели, мне так удобнее, но эти сорта вы можете формировать как хотите. Вот я что хочу донести до начинающих, пожалуйста, хотите в один ствол, делайте в один ствол, тогда все эти пять кисточек будут у вас растянуты, 5-6, на расстоянии вот эти полтора-два метра. Хотите два ствола, пожалуйста, хотите три ствола, даже три можете, если будете способны обеспечить тщательный уход, прореживание вот этих листьев, удаление вовремя лишней зелени, один, два, три ствола, можно хоть как. Вот это у нас штраух. И еще, не обязательно знать точно название сорта и не обязательно услышать от кого-то точную инструкцию, вы должны определять сами. Смотрите, если сорт мелкоплодный, значит вы можете позволить себе оставить более одного ствола, потому что вам не обязательно крупные плоды. Но другое дело, я сейчас перейду к ботяне, такой же двухметровый, такой же индотерминатный, все так же, но у него крупные плоды. И вот с такими томатами, как ботяня, уже три ствола не стоит оставлять. Чем больше стволов, тем мельче и некачественнее плоды. Про ботяню я сейчас будет отдельный видеоролик, но вы должны четко разграничивать. Да, индотерминатные, они все одинаковые, они все высокорослые, все почти тепличные, до двух метров. Но если мелочь мы можем, ну это так, чисто фигурально мелочь, это вот 100-150 грамм. Если мелочь мы можем на два, на три ствола оставить вот это растение, то с крупноплодными это делать нежелательно. Для получения крупных вкусных мясистых плодов всегда рекомендуется оставлять один ствол или один ствол и лидирующий пасынок с одной плодовой кистью, а дальше прищипывать. Все, до свидания. Это было о штраухе, сейчас мы идем к ботяне. Продолжение следует...